Как Вы пришли к теме славянства? Как для Вас она открылась? Ну, я всегда любил сказки читать. Любил в детстве рисовать на тему сказок. Даже, по-моему, несколько цветных рисунков цветными карандашами у меня еще сохранилось. Еще помню с детства картину Билибина на меня произвели неизгладимое впечатление. Очень любил историю, интересовался историей. Особенно меня поразила тема легендарной Атлантиды, которая не вписывалась ни в какие рамки официальной истории. Оттуда со временем возник интерес к древней, долетописной русской истории. Но фактически так плотно заниматься темой долетописной, дохристианской истории, ну, где-то я начал лет 10 назад. Может, чуть больше, 11, 12, может быть, это первые такие карты. До этого я, конечно, тоже любил писать на тему Старой Руси, заснеженные улицы с теремами, церквами, домами и так далее, и так далее. Вот, тройки лошадей, люди в шикарных одеждах, в шубах красивых и так далее. Ну, вот, где-то, да, 12 лет назад я, конечно, после прочитанной литературы, когда мне на глаза попалась книга Валерия Демина, да, Валерия Демина, вот, и там я обнаружил иллюстрацию своей картины, мне было очень интересно. И я, естественно, прочитал. Она называлась, ну, на тему гиперборея. Это точное название забыл, гиперборея или как-то гиперборея Атлантида. Ну, много потом я прочитал его книг, у меня фактически часть полки книг Валерия Демина. Вот, и вот с тех пор я стал этой тематикой заниматься довольно-таки активно. Я достаточно неплохо изучил русское деревянное зодчество, и поэтому, когда я создаю свои композиции на тему древней деревянной Руси, естественно, я все знания, которые впитал по этой тематике, я использую, конечно. Стараюсь приукрасить, естественно. Стараюсь, чтобы, ну, конечно, многие мои картины несут некоторую печать, ну, может, мифологичности. И в каждой, ну, опять-таки, я повторю, в каждой моей картине есть доля правды, ну, и есть доля вымысла. Если это терем, то он красивейший. Строить из дерева умели всегда. Строить всегда и умели хорошо. И традиция древнерусского зодчества, я считаю, уходит в очень глубокие времена. Ну, а во-вторых, ну, сильному народу, сильному роду, ну, что стоило построить, ну, хорошее, достойное здание. Если они были уверены, что его не сожгут враги, там, за ближайшую тысячу лет, если к русичам кто-то бы сунулся с каким-нибудь опустошительным набегом, и врагам бы даже повезло, то наказание потом было бы для этих врагов, ну, через год, через два, через три, так же бы пришли бы русичи и сделали бы то же, что сделали бы враги. И поэтому боялись, боялись, потому что русские жили родом. Каждый человек был вооружен, естественно. Это тоже много значит. Поэтому могли красить где-то какие-то конструктивные детали своих построек, следили за ними. Могу привести пример, скажем, вот в Норвегии сохранилась церковь, да там несколько деревянных церквей, очень старых, но вот одна церковь 1200-х годов, деревянная, в хорошем состоянии, ну, пусть за ней следили, но если за архитектурой, как за всем следить, это будет долговечно. Так что я так представляю, ну, так не было, но могло быть, раз и так было в целом, но не в частности. Вот я и схожу из этого постулата, может быть, так сказать. Новосибирская Русь, она была, в общем-то, достаточно обширным государством, обширным. Много городов было на территории Сибирской Руси. Некоторые города все-таки, ну, археологи ведут раскопки. Есть такой город под названием Чичабург, вот где-то, ну, не очень далеко от Новосибирска, вот где-то вот в тех местах. Там ведут раскопки, и, по-моему, раскопки российские археологи и немецкие, я читал об этом. Это город где-то, как считают основой этого города, первые века, первый, второй или третий век нашей эры. Вот так. Там очень много найдено интересных предметов, быта и так далее, и так далее. Ну, пишут об этом, конечно, в печати, по телевидению, и говорят не очень охотно. Вообще не говорят. Вообще не говорят. Будем говорить откровенно. Ну, вообще не говорят. И даже по такому каналу, как РЕН-ТВ, ну, иногда касаются интересных тем, но все-таки я такой вывод сделал, что, говори больше правды, тогда и большая ложь проскочит, это, наверное, и к РЕН-ТВ может отчасти относится. Вот. Ну, поэтому я воссоздаю этот мир, как я его вижу, как я его вижу. Что подсказывают сюжеты? Прочтенная страница книги. Вот что именно? Почему рождается замысел той или иной картины? Бывает прочтенная книга, бывает синтез прочитанных книг, бывает просто идея, вот неожиданно так, сюжет, вот, в родничок падает. Например, какая работа упала вот так? Ну, например, я могу сказать, если вот вспомнить, ну, два Лика-Пирыни, вот есть у меня такая картина. Хочу вас сказать громко, два? Лика-Пирыни. Пирыни. Да, вот, мир праве, мир яве. Вот, ну, скажем, последний корабль Атлантиды, вот когда-то, ну, увидел во сне, увидел во сне. Расскажите, а эта картина очень известная у вас, что вы представляете себе, это как некий ковчег, если в историографической аналогии, вот, когда я увидела эту работу, я подумала, что это ковчег. Вот, мы, как сказать, прилипли вот к библейской мифологии. И очень многое, как бы, вот, выводим из того видения мира, ну, была цивилизация Атлантов, у них было очень много кораблей. И у Платона даже в диалогах, два диалога есть, и Мейкритий. Об этом даже описано, что у них был флот огромный и так далее, и так далее. Ну, а во-вторых, ведь столько на Земле всего найдено любопытного, что это наталкивает на мысль, что были очень большие корабли в ту допотопную эпоху. Ну, конечно, если была цивилизация высокая, так, естественно, и корабли были не Коровел и Колумба. Ну, вот, я увидел во сне, вот, тоже вот такой, какой-то вот странный корабль в тумане, заросший какими-то деревьями. Меня, конечно, это удивило, потом я стал это анализировать как-то, вот, и вот целая серия таких картин у меня была создана. Эти корабли заброшенные я изображал в разных географических широтах, и на севере, и в тропиках, и в умеренных широтах, и так далее. Где-то их, наверное, больше, ну, там, 20 композиций на эту тему у меня есть. И везде это огромные, гигантские корабли? Ну, как правило, да, огромные корабли. Ну, это даже не столько, ну, как сказать, историческая точность, хотя это наверняка имело место, сколько, ну, может быть, даже мое видение мира какое-то, вот, философское видение мира, что, ну, все проходит, все со временем там видоизменяется, исчезает, а природа берет свое. И когда, скажем, какой-то корабль на отмеле лежит, огромный там, или где-то застрял там среди подводных скал, и зарастает лес, ну, что ж, это красиво, это красиво. Какое-то, можно сказать, уродливое такое сооружение, ржавое все, и потом вдруг обрастает природой. Ну, интересно.